Привет, меня зовут Маша. Сегодня такое достаточно личное видео, а личное видео я люблю. Я считаю, что в наше время почти все люди подвержены психологическим, ментальным заболеваниям, проблемам со здоровьем. Я одна из типов людей, которые хотят, чтобы ментальному здоровью уделялось внимание не меньше, чем физическому. Поэтому, если вы тоже имеете эти странности, может быть, какие-то истории с ментальным здоровьем, то пишите в комментариях, давайте послушаем и поддержим друг друга. Ну, а вот мои ментально-психологические истории. В детстве. Уже интересно. В детстве почти все, кроме моей мамы, называли меня дистрофиком, худым человеком. Или, знаете, как в стиле бабушек, тебя что не кормят дома. Неважно даже чужих бабушек, не только своих. Суть в том, что это породило, естественно, комплекс в детстве. Ребенок в детстве считал себя суперхудым. Одна моя подруга, скажите, что это за подруга, если она указывала тебе на то, что делала тебе больно. Но мы были детьми. А дети, как правило, не понимают, что они говорят. Конечно, не все, но не понимают. Она все время говорила, что... Точнее, указывала на мои запястья, что они очень сильно худые. Естественно, я их видела такими. И на самом деле, когда я просматривала когда-то свои фотографии, когда мне было там 11 лет, например, я действительно была очень худой. Это было связано с тем, что в то время реально было нечего есть. Да, и такой опыт у меня тоже был. Лет 12-13, когда я... Что я нормальная, не слушаю никого. И, конечно же, как я могла никого не слушать. С неустойчивой психикой, которая у детей и у всех. Это тоже причина того, почему мне приходится проходить такой путь с неуверенностью в себе. Я сейчас намного увереннее в себе. И да, как раз таки в тот момент, когда я поняла, что я не хочу быть худой. И ещё это случилось в то время, когда было очень трудное финансовое положение. И, в принципе, еды-то так таково разнообразной дома не было. Я на завтрак, обед и ужин варила пельмени. Я... Это была еда, которую я ела. Ещё там, знаете, чай. И, в принципе, всё. Ну и хлеб с пельменями иногда. В моей жизни так такового едообразия никогда не было. Всё время моему организму что-то не хватает, каких-то вещей. Конечно, сейчас намного всё лучше, но... Да, из-за этого я раньше достаточно часто болела. Я вообще просто... Я родилась сразу же заболела. Но это... Я уже об этом рассказывала. Это вообще не связано со мной. Я родилась абсолютно здоровым ребёнком, но из-за врачей случилось заражение кровью. Я оставлю видео, которое можно посмотреть. Я говорила там об этом. Конечно, оно достаточно старое уже. Но там я... Это единственное видео, о котором я там говорю. И я ещё в то время посмотрела очень много видео на YouTube, как... Если, в принципе, большинство девушек... Будь это о том, как убрать вес, как похудеть, как т.д. и т.п., то всё, в принципе, всю свою жизнь я заботилась о том, в плане внешности, о том, чтобы, наоборот, набрать вес. И я знаю, что я такая не одна. Я прочитала достаточно много форумов об этом и о опыте людей. Ну, знаете, пельмени — это очень тяжёлые углеводы, так сказать. Конечно же, я не так прям быстро, как хотелось бы. Плюс у меня был очень быстрый метаболизм, о котором, наверное, все мечтают. Но, знаете, минусы метаболизма быстрого в том, что ты реально можешь... Буквально, если один день ничего не будешь есть нормально, то на следующий день ты реально... Килограмма три сразу уйдёт. Ну, реально просто стать дистрофиком. Но сейчас мой метаболизм уже не такой быстрый. Я... Чаще всего я вешала, знаете, 43 килограмма при метр шестьдесят... Не знаю, восемь. Вот мне было... Сейчас я метр семьдесят два. Когда мне было четырнадцать лет, я, может быть, метр шестьдесят семь, шестьдесят восемь была. Я вешала 43 килограмма, иногда сорок один-сорок два. Потом, когда я дошла до сорока семи, для меня это было что-то. Вообще, господи, неужели я становлюсь нормального, какого я хочу веса? Ну и когда я дошла до пятидесяти, для меня это было... О, мой гад! Это было, наверное, шестнадцать лет, то есть совсем недавно. Ну, не прям-таки недавно. Но для меня реально я за один день может столько измениться в моей жизни, и только благодаря мне, потому что я сама это всё меняю. И когда ты это делаешь один, на самом деле, это сложно. Так таковой суперподдержки я никогда не испытывала в жизни. Поэтому, если вы такой же человек, который суперподдержки никогда не испытывает, вы не одни такие, и знаете, что это ещё больше сделает вас сильнее, и это ещё больше закаляет вас. Поэтому всё будет хорошо в любом случае. И знаете, что я вас поддержу и поддерживаю сейчас. Ну, на данный момент мой вес вообще очень сильно всегда колебается. Я не знаю никогда точный вес. Например, вечером могу пятьдесят четыре, пятьдесят пять вешать. Правильно же слово вешать. Утром могу пятьдесят, пятьдесят один. В общем, всё зависит от того, сколько я за день съем. Но всегда мне... Я... Если я взвешиваюсь, то мне просто реально интересно. Но я концентрируюсь на том, как я себя чувствую сейчас. Я чувствую себя превосходно. Учитывая, что я пережила в прошлом, я даже не против какого-то там веса, господи. На столик это неважно. Чувствую себя превосходно. В плане физически. Ничего не смущает. Целлюлит не смущает. Ну, типа, знаете, целлюлит, он всегда у всех есть. В любом случае. Конечно, если вы там на сушках каких-нибудь там не сидите, как это называется. Какие-то маленькие растяжки. У меня, например, есть растяжки на попе. Это вообще неконтролируемая вещь, потому что мы растем. Кожа, например, не успевает. Самая, наверное, нераспространенная и одновременно распространенная проблема. Хронические атаки. Нераспространенная, потому что мало кто понимает, что с ним происходит. И со мной было то же самое. Это всё началось, наверное, в 14 лет. Не, наверное, да? Помню этот день. Прекрасно помню. Я даже это описывала. В один момент у меня был такой бздык, когда я хотела даже книгу какую-нибудь такую написать. О панической атаке, о моих чувствах, как я с этим боролась, как я это победила на секундочку. Не 100%, наверное, 97%. Блин, всё-таки влияет на твое эмоциональное состояние, когда ты говоришь о том, что когда-то чувствовал. Это как-то изнуряет тебя, и реально тяжело говорить. Хотя это, ну... Первое, что я почувствовала... Я тогда не знала, что это паническая атака. В 14 лет за окном было темно. И я чувствовала вроде голод, а вроде не голод. Но у меня было... Мой живот как-то странно сводило внутри. Именно, знаете, вот как сводит ногу, то же самое сводит живот. Ты пытаешься как бы... Я... Это ещё больше создавало паники во мне. Я не понимала, что это такое. И я уже хотела лечь спать. Но я поняла... Ну, я такая думаю, блин, может быть, я хочу есть. Я не понимаю. Я попросила маму сделать бутерброды. И когда только я откусила, для меня это стало каким-то безвкусным. Мне захотелось вырвать. Я побежала в туалет, просто это выплюнула. И в эту же секунду я почувствовала, как мои ноги как будто бы начинают отрывать от земли. Их реально начинает как будто бы отрывать от земли. И как будто бы вы в предобморочном состоянии. Не понимаете, что происходит вокруг. Я чувствовала и слышала, как моё сердце просто выходит из меня. Я чувствовала в затылке. Здесь. Вот здесь. По всему телу. Перед глазами всё какое-то неточное. Сказала маме, что мне плохо в этот момент. И в этот момент к ванной комнате подходил папа. Побежала к нему и повисла на нём, потому что я боялась реально умереть. В этот момент у меня был страх смерти. Это тоже относится к паническим атакам. Если вы это чувствуете, это паническая атака. Именно если вы это чувствуете с физическими вот этими особенностями. У меня просто сердце. Я не понимаю, как оно не разорвалось, наверное. Но папа сел, посадил меня на коленки. У меня очень сильно трясло. Вот реально вот так. Я не понимала, что происходит. Я пыталась дышать. И мне как бы становилось легче того, что на меня обратили внимание. Папа, мама. То есть я на секунду начала чувствовать себя в безопасности, что так как ты за мной смотрит, я не умру. Я попросила мамы воды. У меня очень сильно тряслось. Папа сказал, что он уже чувствует и слышит моё сердцебиение. Насколько оно было сильное. И да, вроде бы всё успокоилось. Мы уже легли спать. Выключили свет. Шёл телевизор. Но проблема в том, что в то время, и вообще с моего рождения до 14 как раз таки лет, мы жили в 12 квадратах с папой, с мамой, со мной, с собакой, кошкой, кроликом. И мне всё начинало давить. Вот чем я становилась старше, тем мне всё начинало давить. Атмосфера всё начинало давить. Мы просто жили в общежитии. Мы легли спать. И как бы папа уже вроде уснул. Мама лежит, смотрит телевизор. Я вроде засыпаю, но я снова чувствую вот это чувство. И мне хочется за что-то хватить. Я немного приподнимаюсь, держусь, как будто бы закрывать. Говорю, мама, мне снова плохо. Как говорю, я в принципе поддержку в таких вещах не испытывала, потому что моей маме тоже нужна была поддержка в некоторых вещах. Это очень сложно морально, психологически. Блин, я реально не планировала. Я реально не думала, что это какие-то эмоции меня будут вызывать. Мама просто сказала, успокойся. Просто ложись спать. При этом ей немного подыдноело вот это моё состояние самой. И я просто поняла, что я сама себе только в этом случае помогу. И у меня я себя чувствовала. И вдруг мочила расслабилась. И я себя чувствовала, как будто бы я пробежала бесконечность километров. Я чувствовала себя настолько устало. То есть, как потом оказалось, это мышцы, которые были сжаты всё это время, расслабились. И было чувство, как будто я физически... Какие-то физические упражнения просто не бывало силы делала. Я отключилась. Я реально уснула. Потому что у меня не было сил что-либо делать. Это была моя первая и самая сильная паническая атака. Я думала, что она была самой сильной. Вторая моя паническая атака, которая произошла, была очень сильной. То есть, промежутками они всё равно были. Но я с ними каким-то образом справлялась. Например, я бежала к окну, сразу дышала воздухом, и мне становилось легче. И вот в 15 лет, когда мы уже переехали в другую квартиру к бабушке. Эта квартира была побольше, но мы всё равно жили в зале в одном помещении с мамой и с папой со мной. И это всё как начиналось. В тот момент, как произошла эта паническая атака, ещё в общаге, я не могла уснуть в темноте. Мне казалось, что всё на меня давит. Я сейчас только что вспомнила, что, походу, это была не первая моя паническая атака. Что-то похожее я чувствовала за несколько дней. В полной темноте я разбудила маму. Я села и очень часто дышала. В общем, было что-то странное. Но больше всего мне запомнилась та, о которой я рассказала. Вот я засыпала после этого со светом из какой-нибудь, ну, например, из ванной в общаге в случае. Там, в следующей квартире, засыпала с лампой настольной. Знаете, это видео я делаю с целью, чтобы люди, у которых что-то подобное, не чувствовали себя одинокими. Легче, когда кто-то проживает, переживает то, что проживаешь ты. Когда ты знаешь, что кто-то имел что-то похожее, какую-то похожую историю. И реально только с этой целью. Для других людей. Но я реально не думала, что это будет так сложно. Ническая така в 15 лет была самой сильной и самой последней. Так как я засыпала со светом настольным. В этапе папу тоже можно понять. Ему нужно было на работу. Но и меня тоже можно понять. Я его просила не выключать свет. Там можно было загнуть ее так, что он никому не мешал бы этот свет. Но он все равно выключил телевизор, выключил свет. И в этот же момент мне стало ужасно плохо. Мой живот просто сводило ужасно. Из-за этого я захотела в туалет. Так как я разбудила всех вокруг, кроме бабушки. Она была в другой комнате. Папа снова включила телевизор. Мама проснулась. Сначала она вроде бы начала меня успокаивать. Но потом немного поднадоело. Это мое состояние. Что я все время говорю. Я сама не понимаю, что со мной происходит. Я ей все время говорю, что она как бы пытается меня успокоить. Но как бы ничего сделать не может. Поэтому ее тоже можно понять. Как бы это тяжело. Вот я рассказываю, я осознаю масштабы. Я дышала очень часто. У меня опять был страх смерти. Но я пыталась восстановить дыхание. И потом в один момент мне мама просто сказала, что это паническая атака. Я такая, что это такое? Но почему-то, когда я поняла, что это такое, мне стало легче. Потому что потом я начала разбираться, смотреть множество видео на эту тему. Плюс в это время я узнала, что у Заэлы тоже панические атаки с 14 лет, по-моему. И мне снова становилось легче, когда я особенно слушала ее истории. Тоже являлась одной из мотиваций знать английский, чтобы слушать ее истории про панические атаки. То, как она справляется с ними. Поняла, что мне становится еще хуже. Как я справилась с этой панической атакой? Как я справилась вообще с паническими атаками? Это все очень кратко сейчас будет. Но все же, уже когда мы переехали сюда, все еще засыпала с настольной лампой. И в один момент я снова почувствовала что-то странное. То есть это все происходило маленькими промежутками. Про две самые масштабные панические атаки в моей жизни я вам рассказала. И вот последняя. Она уже начиналась, и я вдруг решила, что я так устала. В это время, кстати, я ходила к школьному психологу. Я решила бороться с страхом и рассказать это психологу. До этого я знала вот из неродных людей моя подруга Настя. И она единственная из моего окружения друзей об этом знает. И я пытаюсь оснуть. И в один момент мне просто надоело реально то, что я начинаю чувствовать снова вот это физическое, что у меня сводит живот и все такое. И я просто решаю позволить ей сделать это самой. Позволить войти в меня, через меня. Представляю, как паническая атака проходит по моему телу. Я просто расслабляюсь и позволяю ей что-то сделать со мной, чтобы это не было. И я чувствую такую боль в животе. И потом она резко проходит. И тишина. И я ничего не чувствую. Я не чувствую ни боли, ни чего. Я чувствую только, как будто бы я снова пробежала 300 кругов. Но это так было коротко. И это была последняя паническая атака. Потом я просто работала с дыханием. Чем-то отвлекалась. И, кстати, после той панической атаки, второй, был момент, когда я настолько боялась повтора, что... Все мы знаем, что такое глицин. Я просто его столько ела, чтобы ничего не повторилось. Я перед сном съедала по три штуки. Вот именно, что это уже как была зависимость. Потому что я не рассасывала под языком медленно, как нужно. Я раскусывала, клала под язык. Думая... То есть это все работало внушением. Вне зависимости от самовнушения. Думала, что это все ушло. Ну и засыпала, конечно. Хотя это мне совсем не помогало. Потом пила травяное какое-то лекарство успокоительное. На самом деле мне это помогло. Но все доходило до того, что я чувствую, как мои нейроны, если так назвать, просто вот эти нервы, клетки. Они настолько красные, напряжены. Я прям это видела в себе. Не знаю. Не было так. Не очень. Если вы сейчас испытываете что-то с паническими атаками, благо сейчас очень много видеоисторий на YouTube с этим. К сожалению, тоже. Не только, к счастью, потому что плохо, что много кто это испытывает. Но в первую очередь это все идет с психологическими вещами, проблемами из детства. А еще также панические атаки могут... Это все, что я нашла, читала за все это время. Панические атаки могут начаться из-за какой-то рутины, например. Перенапряжение, стресс. И также, если вы испытываете паническую атаку просто так, например, с утра, когда ваш организм вроде бы отдохнул, вы просыпаетесь и сразу уже чувствуете паническую атаку. Возможно, это какая-то инфекция или заражение. И таким способом организм дает вам понять, что что-то не так. Поэтому нужно срочно на самом деле идти к врачу и сдавать анализы крови. Организм делает всегда все, чтобы жить. Наш мозг, наше тело настолько умны, что они найдут любые способы, чтобы выжить. И паническая атака, это, как правило, в первую очередь, это как самозащита организма, мозга. То есть это блок чему-то, какой-то ассоциации. Она у каждого проявляется по-разному. Это паническая атака. По сравнению, наверное, с тем, что я бы рассказала, такая небольшая. Боязнь темноты. Именно засыпать и спать в темноте из-за того, что мне кажется, что пространство маленькое. И я думаю, что это идёт из того, что, со скольки себя помню, до 14 лет мы жили в маленьком повещении. И когда я засыпала, в принципе, все стены я видела. И было чувство, как будто бы они на меня давят. И из этого вытекло то, что становится как-то не очень хорошо дышать. Но в последнее время, так как я каждый день засыпаю с мыслью о том, чтобы саморазвивать себя как личность, работать над всем, что меня не устраивает в себе, быть лучшей версией себя каждый день. Это одна из вещей, которую я вроде как поборола. То есть я могу заснуть вот этой гирляндой, что я на самом деле часто достаточно делаю. Но иногда я засыпаюсь в темноте. И сейчас для меня, когда я засыпаю в темноте, плюс я шторки не закрываю. Я засыпаю и чувствую в темноте даже немного комфортнее сейчас, потому что как будто бы меня никто не видит, как будто бы я в спокойствии. Хочу закончить это на достаточно весёлой ноте, потому что хочется, наоборот, чтобы это видео несло. Как бы моя первая задумка была, чтобы эмоционально поддержать людей. Но я надеюсь, вам не передалось какие-то эмоции, которые я ощущала, а наоборот, даже если передалось, почувствовали поддержку того, что вы не одни. Правда? В общем, пьяные люди. Пьяные люди вызывают у меня своего рода панику, когда выходит что-то из-под контроля. С этим тоже есть своя история, которая идёт из детства. Поэтому, в принципе, вот почему я не могу и не хочу пить, и не пью. Я, конечно, могу в какие-то праздники, какие-то события выпить с друзьями шампанское или с родственниками, но то, что я на самом деле хочу очень сильно попробовать, это вино, любое вино или красное, особенно вино. И знаете, белые рубашки, как какая-нибудь миссис Смит с бокалом красного вина. Просто почувствую себя такой леди. Да, у кого что вообще? На самом деле, я считаю, что вино, особенно красное вино, это очень так романтично выглядит, а я вообще по натуре романтик. Настолько всё... Я точно не человек реализма. Да, это видео вышло... Точнее, далось не очень просто. Надеюсь, что оно вам было полезно, вам помогло. Я сейчас на самом деле себя чувствую, как будто бы я с войны какой-то пришла. Конечно, это тупое сравнение, но сегодня я обязательно займусь Йогой и помедитирую. Чего ещё делать? Да, помните, что только вы сами себе поможете. И не отчаиваться, если никто вас вокруг не поддерживает. Просто воспринимайте всё, что вы чувствуете, как испытание. Это испытание, которое сделает вас в любом случае сильнее. Вы будете иметь с этим дело, у вас будет определённо особенный опыт, и вы сможете помочь другим людям и себе в первую очередь. Поэтому огромное спасибо за просмотр. Оценивайте видео, подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм и Твиттер, чтобы могли мы с вами там общаться. На самом деле, общение — это важно. Увидимся в следующем видео. Пока. Я люблю вас.